В Саратове уже несколько клиник полностью переоборудованы под лечение пациентов с внебольничной пневмонией и ковид. Десятая городская больница, перинатальный центр на рабочие и другие. В их числе одно из старейших лечебных учреждений в России – городская клиническая больница номер 2 имени Разумовского. Ее штатная мощность – 417 коек. В настоящий момент лечение проходит около 300 человек. У 80 подтвержден коронавирус. Есть и тяжелые. Для них в клинике подготовлены места с кислородной поддержкой. Продолжается закупка аппаратов ИВЛ. 36 ранее были в наличии, в последние дни пришли еще 20. Но лучшая защита от вируса – соблюдать предписания специалистов. Это тяжелые вирусные заболевания, тяжелые вирусы, малоизученные. Поэтому клиника может быть разнообразной. В настоящее время мы наблюдаем пациентов, у которых достаточно тяжелые поражения легких. Особенно рискуют те, у которых есть заболевания сопутствующие, так называемые зоны риска. Это люди, страдающие сахарным диабетом, той или иной степенью повышения артериального давления, ишемической болезнью сердца. Это группа кардиологических больных, перенесших инфаркт миокарды. Пожилой возраст, кстати, тоже имеет свою зону риска. Поэтому очень важно соблюдать рекомендации врачей и людям находиться дома, максимально ограничив те контакты, которые нужно ограничить. Для медиков всего мира эпидемия коронавируса стала неожиданностью. Но кому-то повезло чуть больше. Было время на раскачку. В числе последних и российские специалисты. Мы готовились, обучались. В том числе проходили курсы, которые необходимо пройти на сайте, для того, чтобы иметь навык работы с инфекционными больными. В том числе большой практический курс провели, для того, чтобы обучить медицинский персонал весь. Это не только врачи, это средние, младшие медицинские работники. Навыкам правильного одевания, раздевания этих противочемных комплектов. Потому что от этого очень много зависит. Нам важно не допустить инфицирования медицинских работников. Мы этому вопросу уделили очень большое внимание. Вот так каждую смену. Медики во второй больнице перешли на новые графики работы. Есть 12-часовой, есть 24-часовой. Перед входом в так называемую красную зону эти процедуры обязательны. Противочумный халат, маска, очки, одноразовые перчатки и бахилы. В такой экипировке специалистам предстоит провести 4 часа. Общаться с больными, проводить процедуры. К новым правилам приходится привыкать не только медикам, но и пациентам. Все хирургические, гинекологические отделения, терапевтические и так далее, которые работали в структуре больницы, они стали только лишь одного инфекционного профиля. И очень здорово поменялась специфика работы учреждения. Если до этого всегда в день имел место пост дневных врачей, которые являлись так называемыми лечащими врачами у категории больных. К сожалению, теперь этого нет. Работа ведется посуточно. То есть персонал, одежуривший сутки, идет отдыхать. На смену ему приходит другая бригада. Поэтому не все пациенты понимают, почему у них нет лечащих врачей. Специфика работы инфекционного стационара, она еще продиктована тем, что нужно разумно минимизировать нахождение, контакт людей, именно медиков в красной зоне. Все должно быть рационально и правильно. Сейчас хочу подчеркнуть, не идет речь о том, чтобы не уделять внимания больным, не заниматься их жалобами, не заниматься их лечением. Просто специфика такова, что лечащих врачей как таковых у пациентов в настоящее время нет. Вот лечащим врачом является ежедневно тот врач, который в графике дежур стоит в данной смене. Ну и главный итог врачебной работы – благодарность пациентов. Спасибо вам.